Важный экзамен сегодня сдавали выпускники школы региона. Он не только повлияет на оценку в аттестате, но и определит специальность ребят. Кроме того, экзамен на знание предмета по выбору станет последним в школьной судьбе ребят. О том, как прошло это событие в средней школе комплексе национального возрождения номер 17, расскажет Адилия Кушекова. Для Урсулы Исатаевой ученицы 11 класса сегодня волнительный день. Последний пятый экзамен отделяет ее до получения Алтенбельга. Также Урсула – президент школы и обладательница медали Ельбасы. В планах стать окулистом. В будущем я хочу поступить в Казахский национальный медицинский университет имени Асфинзьярова, который находится в городе Алматы, и стать успешным врачом. Предыдущие четыре экзамена я сдала на отлично. Я считаю, что это испытание, которое я пройду успешно. Вместе с Урсулой экзамен сдают 80 учеников. Он начался в единое время – в 10.00. Задание выпускники должны выполнить за три часа. География стала самым популярным предметом по выбору учащихся. Это очень сложный этап, который прошли наши дети вместе с своими педагогами. Конечно же, при поддержке родителей. Поэтому очень важно сегодня, чтобы у них были на завершающем этапе соответствующие оценки их знаний. Как отметили в Управлении образования, всего в Североказахстанской области более трех тысяч выпускников. Для них с 27 мая по 10 июня проходят государственные экзамены. На сегодняшний день на высшую школьную награду Алтенбельге претендует 138 выпускников. Самое большое количество в городе Петропавловске – 34 претендента. И наибольшее количество в средней школе национального возрождения номер 17 – 11 человек. Уже сегодня будет известно количество обладателей аттестата об общем среднем образовании и знака Алтенбельге. А в скором времени выпускники сдадут единое национальное тестирование и станут абитуриентами высших учебных заведений. Адилия Акушекова, Михаил Казначеев, Служба новостей.